По счетам, которые мы получили в этом месяце, я хочу сообщить всем, что информация была заранее размещена на сайте Донецкого Газа, на сайте поисполкома. Руководство города было поставлено за неделю в известность. Это официальная информация от ПАО Донецкого Газа, которая согласована с юридическим управлением. У меня нет полномочий расширять, пояснения давать. Я могу объяснить только, опять же, в рамках этой информации, что при выставлении этих норм руководствовалась постановка админа о нормах потребления Газа без счетчиков, решение Верховного и Высшего хозяйственного суда Украины и действующими нормами, которые установлены с марта месяца. Стоимость в последний раз у нас менялась. Вы знаете, это стоимость Газа 6,879. Это норма установлена с 1 мая 2016 года. Мы ждали с марта месяца по май, чтобы Кабмин урегулировал вопрос подвисших объемов с мая по февраль 2015 года. На наши все обращения Кабмин никаких пояснений и рекомендаций не дал. Ответ идет. Просим воздержаться. Перерасчеты и так далее. Но, к сожалению, есть действующее законодательство. Мы в соответствии с ним... Это на сегодня Кабмин комментирует? Просьба воздержаться? Да, просьба воздержаться. Это рекомендация НКРИ. На сегодняшний день у нас 4 рисковых заявления от граждан города Краматорска по этому поводу. Чтем решение суда. То есть, если решение суда будет в пользу населения, мы будем только рады вернуть эти деньги. А решение суда? Решение суда... Люди будут обращаться. Так как у нас судебная реформа и прецедентное право существуют, то я думаю, решение Краматорского суда будет распространено на всех жителей города Краматорска. Вы с этим гражданам советуете обращаться в суд? Значит, это право... Или дождаться решения в учебном суде? Значит, право каждого определять, какую инстанцию обратить. Теперь, по просьбе городских властей, вчера я встречался с председателем управления, и дополнительно сегодня будет размещена информация о том, что эта задолженность, так называемая, она будет реструктуризирована, ну, чтобы, как и было по старой норме, ежемесячный платеж. То есть, на 12 месяцев по договору реструктуризации эту сумму можно разрешать. У меня все. Ситуация, которая на сегодня никак не оперирована, и по-моему, не решается, да? Ну, это... Мы должны понимать, что это не от нас зависит. Нет, это не лично к вам вопросу. Вы, конечно, вполне качественно предоставляете ускоренность газа. Это вопрос, я как-то не могу. Ну, Сергей Александрович, вы идите на личный контроль. Давайте, что надо от города. Какие мероприятия, какие взыскания. Направляйте документы для того, чтобы защитить наше город. Спасибо. Спасибо.